Ну, лютояр, сейчас он с наших гибридов является одним из самых продаваемых, самых популярных. Кто слышит лютояр, сразу понимает, что это люцел. Какие же его плюсы, этого гибрида? Это, конечно же, товарный вид. Одно из самых больших достоинств лютояра, то есть по товарному виду краша огурца, в принципе, нету на рынке. Он темно-зеленый, короткий, крупно-бугорчатый, такой, аж глянцевый по цвету. Еще с особенностей, что вот когда начало вегетации, конец вегетации, то есть весь период плодоношения, он не теряет свои показатели по товарному виду. Что в начале он будет красивый, что в конце он тоже будет красивого товарного вида. По урожайности, в принципе, на уровне каприкорно. Если брать по общей площади, они дали нам 400 грамм всего-навсего, разница с квадратного метра. Опять же, это полубукет. Зарезь два-три огурца дают. Позиционировали его типа как линара, который огурец, который формирует мало пасынков, но все-таки он формирует много пасынков в зависимости от питания. Вот последний отзыв у человека, говорит, я их, извините за выражение, задолбался обрезать. То есть пасынки у него тоже есть. Подходит первый и второй. Во втором обороте какая тенденция? Да даже и в первом. Вот две-три недели он перестаривает тот же каприкорно. Он дольше будет туда носить. В этом году была проблема у фермеров-маяков, это Одесская область. То есть человек купил в магазине семена линара и лютояра им посоветовали. То есть какая была со стороны человека типа, что вы мне подсказали, нехороший гибрид. Когда я приехал, теплица, половина линара и половина лютояра. Начали выяснять, в чем же причина. Оказалось, что лютояр стартанул раньше, чем линара. И в итоге, когда мы уже опять с ней встретились, линару она вырезала, лютояр у нее еще две недели плодоносил. То есть он себя лучше показал. Хорошо подходит во второй оборот. Почему? Потому что устойчив более к переноспорозу, чем другие гибриды. Также к серой, белой гибриды, а вот сам тоже хорошую устойчивость имения. Посынковать, в принципе, как все гибриды, начиная от метра на два колена, начиная его зарезать. По лютояру, может быть, в закатку годится тоже. Очень хорошо получается, как в соленьи, так и в закваске тоже. Ну, так просто сказать, по тепличным комбинатам. Южный рекортовый завод, вы уже знаете. Это один из самых больших заводов по производству карбамида, который находится в Одесской области. Вот у них 4 гектара теплиц. Если они выращивали кураж раньше, сейчас они уже на лютояры. В Южноукраинске тепличный комбинат тоже лютояры выращивают. Это то, что касается Одесской и Николаевской области. Ну и в Запорожье там. Он один из гибридов является. Один из самых популярных. Основной плюс, конечно, это товарный вид. Да, увец улетает, продается только за счет своего красивого вида. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.